Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о семействе турецких противотанковых ракетных комплексов ОМТАС, УМТАС и Л-УМТАС. Обозначение ОМТАС расшифровывается ровно так, как вы видите сейчас на своих экранах. Это ПТРК наземного базирования средней дальности. Расшифровка обозначения УМТАС сейчас также на вашем экране. Это, в свою очередь, противотанковый ракетный комплекс большой дальности, который используется на вертолетах, беспилотниках и других летательных аппаратах. А вот Л-УМТАС – это, по сути, тот же вариант УМТАС, только с лазерным наведением, о чем говорит первая буква в названии. Вот об этих комплексах сегодня и пойдет речь. Ранее об этих ПТРК вы могли слышать в обзоре на беспилотник Байрактар Акинджи. Кто не видел, оставлю ссылку в описании. А если вы хотите поддержать нашу работу, это можно сделать по ссылкам в описании или через кнопку спонсорства здесь, на ютюбе. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Начну с ПТРК ОМТАС. Помимо этого названия, она также имеет обозначение Мизрак О. А вот УМТАС также имеет обозначение Мизрак Ю. Это противотанковая управляемая ракета калибра 160 мм, которая была разработана турецкой компанией Rocket Sun. Я думаю, не стоит вам объяснять вот эту гонку ПТУРов, которая есть на сегодняшний день. Это касается как европейских, так и, понятное дело, и американских, и российских ПТУРов. Одной из целей создания своей усовершенствованной противотанковой управляемой ракеты было желание заменить на вооружении в турецкой армии ПТРК БГМ-71ТОУ. Во вторую очередь, это сделать ее настолько эффективной, чтобы можно было использовать в любое время суток, при любой погоде, и при этом, чтобы ПТУР была способна пробивать броню любых основных боевых танков с реактивной броней. Да и чтобы можно было использовать ее не только со стационарными пусковыми установками, а использовать на различных транспортных средствах. Собственно, эти требования и были выполнены. Уточню, что квалифицируется ОМТОС как противотанковый ракетный комплекс четвертого поколения. И есть еще один нюанс. ОМТОС уже создавалась после того, как была разработана и принята на вооружение УМТОС. УМТОС разрабатывалась в первую очередь, чтобы можно было оснастить ими турецкие беспилотники и вертолеты. Контракт на разработку ПТРК УМТОС, которая была первой в этом семействе, был подписан между Министерством обороны Турции и компанией Рокетсан еще в 2007 году. А первые образцы были готовы в 2009 году. А вот в 2011 году закончились все работы по ПТРК, и она была отправлена в серийное производство. Так что этот год и считается годом принятия на вооружение ОМТОС. А вот на базе ее уже решили создавать иноземную версию ОМТОС. В 2017 году впервые армия Турции получила пусковую установку и ракеты ОМТОС, которые в том же году были приняты на вооружение. Это не касается вариантов на колесном шасси. Эти версии были приняты на вооружение уже в 2020 году. В длину ракета 180 см, диаметр 160 мм. Весит ракета вместе с пусковым контейнером 35 кг. В комплект входит ракета в пусковом контейнере, тренога и прицельные приспособления, а также система управления. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Ракета имеет крылья в средней части, их 8, и 4 аэродинамических стабилизаторов в хвостовой части для управления полетом. Крылья и рули раскрываются после запуска ракеты. Ракета оснащена тандемной, осколочно-фугасной боевой частью. Бронепробиваемость ракеты составляет 1100 мм, что позволяет ей, как вы понимаете, пробивать самую разную броню. И практически любой современный танк может стать ее жертвой. А что уж там говорить про легкобронированную технику. И плюс данного ПТРК еще и в том, что есть два способа ведения огня. Первый способ по принципу «выстрелил и забыл» – так называемый «fire and forget». Оператор может навестись на цель, совершить пуск и быстро покинуть позиции. А учитывая вес всего комплекса, два человека могут обслуживать комплекс. Второй способ ведения огня имеет обозначение «fire and update». Грубо говоря, можно вести огонь из укрытия при помощи выносного пульта и по ходу полета ракеты корректировать траекторию полета и наведения на цель. В таком случае оснащается дополнительно выносным пультом управления с дисплеем. Это позволяет поражать как статичные, так и подвижные цели. И непосредственно во время полета ракеты, за счет того, что имеется двухсторонний канал передачи данных между ракетой и пусковой установкой, можно выбирать другую цель. Информация цели поступает как от головки самонаведения самой ракеты, так и из других источников. Максимальная дальность полета ракеты составляет 4 километра. Максимальная 200 метров. Оснащена ракета контактным и неконтактным взрывателем, что позволяет поражать цели не только прямым попаданием, а и в самое плохо защищенное место – верх башни. То есть можно осуществлять подрыв ракеты над башней танка. И что еще важно, так это то, что корпус ракеты довольно прочный. Заявлено, что он способен выдерживать попадания из стрелкового оружия. Хотя с трудом можно представить, как какой-то лихой пехотинец из своего калаша валит по ПТУРу и такой… И теперь опыт РК «Юмтас», который используется на самолетах, вертолетах, беспилотниках, а также спусковых установок морского базирования. Это ракета большой дальности. Если версия «Юмтас» поражает цели на расстоянии до 4 километров, то «Юмтас» на расстоянии до 8 километров. А вот минимальная дальность составляет 500 метров. В длину также 180 сантиметров. Диаметр все те же 160 миллиметров. А вот вес стал больше. Ракета весит 37,5 килограмм. Также оснащена тандемной боевой частью с той же бронепробиваемостью и инфракрасной головкой самонаведения. Имеет двухсторонний канал передачи данных и аналогично может в полете наводиться на цель и менять цель. Отличается от версии «Юмтас» еще и тем, что у версии «Юмтас» имеется уже не 8, а 4 коротких крыла, установленных в средней части, и 4 аэродинамических стабилизатора в хвостовой части для управления полетом. А вот версия «Л-Юмтас» имеет лазерное наведение. Если в случае с версией «Юмтас» оператор может навестись на цель, выпустить ракету и покинуть позицию, то в случае с версией «Л-Умтас» самолет-носитель или вертолет должны подсвечивать цель вплоть до попадания ракеты по цели. Вариант с лазерным наведением прошел испытание в 2015 году и позже был принят на вооружение. Используется данный ПТУР на ударных вертолетах «Аугуста Вестлан Т-129», «АХ-1W Суперкобра» на БПЛА «Барактар Акинджи». Но также его довольно легко адаптировать для использования на штурмовиках, других беспилотниках, на стационарных платформах и на различных как наземных, морских, так и воздушных платформах. Тут все очень адаптировано на экспорт. И говоря про экспорт, в 2015 году компания «Рокетсан» подписала соглашение с польской стороной на интеграцию ПТУР «Юмтас» на вертолеты Ми-8, Ми-17 и Ми-24. И для понимания, вертолет Т-129 может нести до 12 ПТУР «Юмтас» или «Л-Юмтас». На Ми-17 и Ми-24 есть обзоры на канале. Кто не видел, оставлю ссылки в описании. Пусковая установка, которая устанавливается на вертолетах, весит 60 килограмм. Она может нести до 4 ракет «Юмтас». И еще тут уточню два нюанса. Не особо раскрывают ряд деталей про этот ПТУР. Будь это комплекс наземного базирования или воздушного. Причина проста. Над комплексом продолжают работать и усовершенствовать. Да и стоимость не такая, чтобы уж очень заоблачная. Даже в контексте тех ПТУРов, которые выходили на канале. Один ПТРК «Юмтас» стоит в пределах от 220 тысяч долларов до 250 тысяч долларов. Но понятное дело, одну ракету никто покупать не будет. Контракт всегда комплексный. Поэтому цена может варьироваться. Турция на сегодняшний день разрабатывает довольно много интересных продуктов, которые могут сделать разницу на поле боя. Но вот если смотреть на политическую составляющую, то тут есть ряд вопросов. ПТРК «Юмтас» был продан в Косово. Как страна-член НАТО, иногда не очень ясна логика того, по какому принципу Турция выбирает, кому продавать свое оружие, а кому нет. Но, как говорится, деньги не пахнут. Что ж, это было семейство противотанковых ракетных комплексов «Юмтас» и «Юмтас». Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!